Решили как бы взять свет, божественный свет, станьте мудрецами. А кто такой вообще ведический астролог? По полной программе зарядить человека на борьбу. Нету разрушения семьи в карте. Замечательно. Это меня больше нравится. Первый раз в жизни увидел, как мужчина и женщина плачут одновременно. Ужас. Вы все в этом вопросе просто тупари. Я сейчас вас буду просветлять. Дмитрий Юрьевич, я вам обещаю, что где-то через полтора года у нас с вами будет такой инструмент. За то, что они сделали вот с этим одним человеком, уже могут спокойно рассчитывать на ад. Это не свет Бога. Ну то есть это просто пугалово. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Бутузов. Я ведический астролог. И сегодня мы поговорим на очень беспокоящую на сегодняшний день тему, которая связана с распространением знания. Для многих не секрет, что на сегодняшний день распространяется знание с огромной силой. Это знание духовное, это знание ведическое. И как пожар, оно в русскоязычных пространствах проявляется, но как уже известно, что пожар и огонь, он не может быть без дыма. И вот мы решили снять такую тему, как этика ведического астролога. От чего возникло это желание снимать? Я участвую в консультационном процессе на фестивале «Благость». Для тех, кто не знает, что это, это мероприятие, которое собирает до тысячи людей, которые приезжают с целью саморазвития, счастья, любви. И организатором этого фестиваля является Олег Геннадьевич Тарсунов. Это доктор, это кандидат наук, и можно его назвать мудрецом, потому что на его лекциях выросло тысячи, даже не побоюсь такого слова, сотни тысяч людей, в том числе я, выходец из этих лекций. На меня они очень сильно повлияли, и эти лекции изменили полностью мою жизнь. И теперь я на этом фестивале консультирую, и в один день Олег Геннадьевич подошел ко мне и задал вопрос, как проходит консультация. И как раз у меня была очень интересная история, которую я ему рассказал, поделился, что сегодня ко мне пришла девушка, она пришла со слезами на глазах, у нее дрожал голос, у нее очень был испуганный вид, и мой первый вопрос ей был, то что с вами случилось, почему такое состояние? Она говорит, я была уже у ведического астролога год-два года назад, и он мне сказал, что у меня не будет детей в жизни, и если я выйду замуж, то мне обеспечено то, что я испытаю опыт вдовства, и лучше мне это вообще не делать в жизни. Вот я пришла с такой верой, что, может быть, все-таки там была какая-то ошибка, и что, может быть, что-то в судьбе я могу своей изменить, но мне очень-очень сильно беспокоит о том, что вы скажете именно так, как сказал тот астролог. Меня ужаснула эта ситуация на консультации, и когда я поделился с Олегом Геннадьевичем Тарсуновым ее опытом, он сказал тоже слово «ужас», вот это мне запомнилось, слово «ужас». Тогда мы поговорили на эту тему и решили записать это видео, которое раскроет, как знание ведической астрологии используют в современном мире, чтобы оно действительно нанесло то, зачем оно пришло в этот мир. Это счастье, любовь и вдохновение для людей. Олег Геннадьевич, я рад приветствовать вас, и хочу поблагодарить за тот опыт, который вы даете, как мне, так и многим людям, и хочу выразить также за эту благодарность, что вы меня направили, можно сказать, на путь ведической астрологии. И хотел бы первый вопрос я задать вам, какое место астрология именно занимает ведическая астрология в вашей жизни? Я знаю, что и вы занимаетесь деятельностью, которая связана с драгоценными камнями или, в принципе, камнями, которые так или иначе связывают энергии планеты и как-то меняют человека на уровне здоровья. Я знаю, что ваша супруга занимается ведической астрологией, вы вместе помогаете устраивать жизни семейных пар. Вот хотелось бы вот с этого начать наш диалог. Здравствуйте все! Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за то, что вы так лестно обо мне отозвались. Насчет астрологии, я не могу сказать, назвать себя знатоком ведической астрологии. Я скорее занимаюсь больше постижением, что такое судьба. Ну, то есть, я занимаюсь тем, что, как можно назвать, мистик, допустим, человек, который медитирует на планеты, на их свойства, смотрит, как они отражаются на человеке, на его жизни. Без этого вообще невозможно читать лекции по семейной жизни, потому что люди спрашивают о своей жизни, о своей судьбе, и говорить это просто, ну, чисто теоретически для меня это сложно, потому что люди спрашивают конкретные вещи, почему у меня так происходит. Я думаю, что я чувствую, какие периоды в жизни человека идут. Я ни разу не слышал от людей, чтобы я ошибся в этих своих прогнозах или словах. Однозначно, что я ошибаюсь, но, может быть, не так сильно. Но, как бы, понятно, что когда человек что-то воспринимает, то ошибки какие-то есть. У меня жена изучает ведическую астрологию, она смотрит совместимость, и прежде чем уже окончательный вывод сделать, она подходит ко мне и показывает мне фотографии людей. Я смотрю и говорю свое мнение. Ну, когда совместимость хорошая, то часто мы советуем людям познакомиться. Но даже в этих случаях видно, что люди, скорее всего, не будут вместе или не будут знакомиться, или бывает так, что совместимость очень хорошая, но то ли накладываются вот какие-то транзиты, то есть какие-то периоды у людей. Ну, я просто говорю, что эти люди сейчас не будут иметь никаких отношений, не смогут иметь отношений. Ну, то есть, чаще всего так оно и происходит. Иногда, когда я вижу, что у них могут быть хорошие отношения, даже в этом случае они не знакомятся. Ну, то есть, полностью прогнозировать чисто по моим ощущениям или по карте, что люди будут вместе. Я считаю, для меня, для моей супруги это просто невозможно. Но иногда бывают наши прогнозы, они приводят к успеху. То есть, вы объединили усилия. Такие легкие знания астрологии супруги, ваше глубокое видение. А у нее тоже нормальные. У нее нормальные знания именно в астрологии совместимости. Она чисто там соспециализируется. Вот. У меня, я как бы, я не хочу оценивать свои знания. И еще раз повторяю, я как бы просто поставил целью помогать людям. И все, что мне нужно для этого, я использую. Ну, то есть, это и понимание психологии семейных отношений, и понимание, что такое судьба, ход времени там и так далее. Ну, примерно так. Я сейчас предлагаю запустить обсуждение. Вот именно начнем, начать с того, чтобы раскрыть тему вообще. А кто такой вообще ведический астролог? Кто это такое? Что это за личность была в ведические времена? И как в современном мире сейчас это адаптировать, как бы вот образ этой личности адекватно адаптировать? Кто это такой астролог ведический именно в современном мире? Вот я предлагаю вам это начать. Ну, я как бы не буду своими словами говорить. Я этот вопрос задал очень великому, я как бы без привлечения, великому человеку. Этот человек, он является санскритологом известным. И он комментатор многих священных писаний. Его зовут Гопперандхана Прабур. Ну, то есть, я когда жил во Вриндаване, в Индии, я общался с ним. Мы с ним были хорошо знакомы, потому что у него русскоязычная жена. И мы с ней вообще просто дружили. И она познакомила меня с ним. И один из моих вопросов был к нему, это вопрос о том, кто такой ведический астролог. И он сказал, что у ведического астролога должно быть две квалификации. Одна квалификация — это глубокое понимание карты. Вернее, три квалификации, он сказал. Вторая квалификация — это видение хода времени. То есть, он должен мистическим возможностям владеть. И третья квалификация — он должен быть человеком, который находится на уровне дхармы. То есть, уровень дхармы означает святость фактически. То есть, человек должен жить святую жизнь, возвышенную, чистую жизнь, для того, чтобы понимать вот эти глубокие процессы судьбы, которые происходят в жизни. И он привел пример реальное событие, которое происходило 500 лет назад, когда Шичитани Махаправу пришел к одному астрологу в Новодвипе. И тот, посмотрев его карту, сказал о его прошлой жизни. И тогда Шичитани Махаправу сказал о том, что он знает о своей прошлой жизни. И тогда тот мудрец сел в медитацию и в медитации, после медитации еще раз описал его судьбу в прошлой жизни и принес ему свои поклоны. Ну, то есть, вот примерно вот так. Но, как бы, что касается современности, то я считаю, что есть вещи, которые можно, в принципе, рассказывать людям, не обязательно обладая такими достояниями, даже не способностями, а достояниями, которые я перечислил сейчас. Это в какой период жизни человек живет сейчас, вот какой период, как на него сейчас действуют планеты, это можно сказать. Какая-то полезная информация. Это, мне кажется, достаточно просто сделать. Ну, то есть, я думаю, что это не будет опасность какую-то нести. То есть, в принципе, это несложно сказать, в какой период и сколько примерно он продлится. Человек живет. Потом дальше описать как-то его характер. Можно с помощью карты, я думаю, несложно. Вот, потом примерно сказать, какие отношения его ждут в семье, какие опасности. Вот, какие опасности в его жизни могут быть, какие опасности связаны со здоровьем. Вот, но я могу сказать абсолютно точно, это опыт моей 30-летней практики, что астролог не имеет права, особенно современный астролог, не давать никаких точных предсказаний. Это мое глубокое убеждение. Потому что для того, чтобы это делать, надо разобраться в одном важном вопросе. Взаимодействии свободы выбора человека с картой, с его картой, его судьбы. Другими словами, если человек не понимает, вот в чем заключается свобода выбора, и дает точные предсказания на будущее, говорит, вот в такое-то время вы помрете, или у вас горит дом, это то, что я слышал, я не выдумываю. Вот, это уже из разряда шарлатанства, то есть, это мое мнение. Мы еще коснемся этой темы, спасибо, что уже ее затронули, мы глубже, это, мне кажется, основа сегодняшнего диалога будет. Я хотел бы выделить этому особый промежуток времени. То, что наблюдаем мы, изучая даже труды по астрологии, которые у нас остались на сегодняшний момент, это даже как мудрец Парашара в своем труде, Брихат Парашара Хурошастра, он начинает с того, что он прославляет Бога, то есть, прежде всего, он прославляет Бога, и потом его ученик Майтрея, он вопрошает о том, чтобы Парашара рассказал ему знания, и Парашара, имея вот это сознание помочь, то есть, у него в душе, чувствуется в его словах, что если это знание принесет благо миру, то тогда я тебе сейчас расскажу, я поведаю тебе это знание. То есть, мы видим, что кто такой был физический астролог, то есть, в первую очередь, это богоцентричное сознание у человека было, и во вторую очередь, это человек, который хотел любым своим действием нести благо этому миру. Даже просто передача знаний своему ученику, он думал не только о том, что он сейчас передает эти знания, а думал о том, чтобы это знание принесло благо всему мирозданию. Поэтому это, конечно, очень высокий образ, при том, что мы понимаем, что эти знания не были записаны, и это удивляет, потому что мы сейчас пользуемся компьютерами, мы сейчас пользуемся разными программами, слайдами, книгами, и то на, может быть, на какой-то процент приблизились к какому-то, может быть, небольшому пониманию этого знания, и мы понимаем, что это должен был быть настолько разумный человек, настолько он должен быть мудрый, что в современном мире таких, наверное, уже людей просто не было, и может и были, но, по крайней мере, это не будет первовстречный человек, который решил освоить эту профессию и достичь этого уровня. В то же время, наблюдая, то есть у нас школа уже где-то больше, несколько тысяч уже мы отучили учеников, которые так или иначе соприкасались, физическая астрология, есть сотни человек, которые уже решили ставить на этот путь, и мы наблюдаем, что это разные люди в современном мире, это могут быть и женщины, девушки, парни, которые хотят сами развиваться, которые хотят помогать другим, и что мы отметили, у кого успех есть. Это в первую очередь то, что человек должен ставить на первую очередь духовную практику, то есть это как бы основа должна быть, чтобы он разбирался, прежде всего, не просто в самих техниках астрологии, а чтобы понимал, как устроен этот мир на всех уровнях, и с позиции духовного, и с позиции, может быть, каких-то даже сфер психологии, то есть это тоже, это одна из наших сейчас рекомендаций, что мы хотим, чтобы наши ученики, они изучали, изучали психологию, такую именно духовно ориентированную психологию, которая будет помогать им не только разобраться в техниках, но в совокупности, имея духовный опыт, имея духовные знания, и применяя техники психологии, они будут вот на этом уровне пытаться, стараться, помогать, вот мы это называем стараться помочь, даже не помочь, а направить человека в какую-то сторону, которая будет действительно для него полезна в жизни. Вы вот поддерживаете то, что все-таки знание психологии, оно нужно, именно духовно ориентированной психологии, для того, чтобы консультант именно в теме юридической астрологии, он был квалифицирован сегодня в современном мире. В теме вообще вед существуют разные пласты знания. Есть духовное знание, есть дхарма, и есть прикладные ведические науки, такие как аюрведа, астрология, васту и так далее. И мое глубокое убеждение, что духовное знание стыд выше всего, то есть никто не имеет права, допустим, с помощью астрологии, говорить человеку по вашей карте, вы не можете верить в Бога вот так, у вас как бы ваше божество или Бог, как вы должны ему поклоняться, в карте у вас вот так обозначен. Это полный бред. То есть человек сам выбирает, как ему поклоняться Богу, никто не может ему навязать с помощью карты. Второе, любые уповеды, они стоят ниже дхармы. Уповеды означают, вот, веда, астрология там и так далее. То есть они стоят ниже дхармы. Другими словами, что такое дхарма? Это знания, это фактически религиозные принципы. Например, человек не может согласно карте астрологической сказать, что вам без мяса невозможно жить, или что вам надо бросить свою жену, или он не может сказать, что человек должен совершить какую-то ложь или начать выпивать, допустим, просто потому, что ему это суждено по жизни, по гороскопу как бы. Ну, то есть такие фразы означают, что человек не разбирается в том, в каких рамках предсказания вообще возможны. Ну, то есть никто не имеет права предсказывать, адхарму, то есть то, что разрушает сам принцип чистой и возвышенной жизни. То есть это те рамки, которые существуют для астрологии. Также существуют рамки, которые, как мы уже говорили, ставят астрологию в зависимость от свободы выбора. Ну, то есть есть такое понятие, как свобода выбора. Другими словами, у нас есть возможность практически стоять влиянию времени. И эта возможность, она ограничена, но она есть. И поэтому, если астролог считает, что такой возможности нет, то есть он выступает как фаталист, то есть как человек, который считает, что если что-то суждено, то нет никаких вариантов, то тогда в этом случае это тоже адхарма, потому что человека ограничивают, ну, то есть то, что Бог даже себе не позволяет. Бог никогда не вмешивает в свободу выбора человека. Вот. Ну, а астролог начинает себя считать выше Бога, получается. Ну, вот примерно так вот я в каких-то таких штрихах очертил рамки астрологии. Здорово. Мне это тоже очень близко, то, что вы говорите, потому что как раз-таки с этого, в принципе, начался наш с вами диалог, то, что было предсказано какие-то фатальные вещи, которые вызвали однозначно неразвитие человека. То есть если бы она хотела бы счастлива через два года, и мы видели, что она приняла, допустим, эту ситуацию, и сейчас вдохновлённая развивается, нет. Этот человек был очень глубоко испуган, отсутствовал энергии, присутствовал страх, и понятно, что это однозначно не цель визической астрологии. И вот тогда хотелось бы вот этот вопрос затругнуть, а что такое цель? Вообще цель самой визической астрологии. То есть если мы берём то знание, которое является, как бы даже сама, ну, конечно, наш учитель Санжай Радху, он, конечно, наш ругает, когда мы вообще говорим астрология, мы просто как-то сейчас пытаемся, чтобы это видео были, они более общедоступны, чтобы могли их слушать не только астрологи, но и, может быть, те люди, которые хотят как-то узнать, что это за знание, поэтому мы используем это слово. Изначально мы изучаем джё-ти-ша, то есть джё-ти — это свет, иша — это бог. То есть это изначально знание, которое называется то, что это свет бога в нашей жизни, то есть это то, что даёт увидеть, то есть это свет, который даёт увидеть нам нашу жизнь. Как только он включает свою личностную позицию, это я говорю, это я выучил, это я получил эти знания, в этот момент он отворачивает от себя девятый дом, он отворачивает от себя Бога. Если мы даже сейчас рассмотрим натальную карту, девятый дом — это дом религии, дом, где у нас проявляются духовные учителя, восьмой дом — это дом как раз-таки оккультных знаний, где у нас проецируется джё-ти-ша. И восьмой дом находится в доме потерь от девятого. То есть это означает, что человек, как только сосредотачивается, что это он, он сразу же потерян для своей духовной жизни. Я хочу дополнить, как бы вы сказали какие-то фундаментальные принципы, для чего нужна консультация. Я хочу, для чего нужна астрология, да. Я, ну, в данном случае мы прикладываем астрологию к человеку, означает консультация. Ну, то есть я считаю, что консультация астрологическая нужна для того, чтобы с помощью знания о влиянии о ходе времени вдохновить человека побеждать свою судьбу. Ну, то есть, вот ещё раз повторяю, очень важный фактор именно вдохновения. Поэтому я говорю людям, если вы вышли с консультации астролога, и при этом вы напуганы, или у вас внутри в сердце ощущение сильного препятствия, сильного штопора, сильного чувства, что как бы ваша жизнь зашла в какой-то тупик, это означает, что вы имеете дело с неквалифицированным человеком. То есть, с другой стороны, если вы ходите с консультацией астролога вдохновлённый, чувствуете, что есть объём работы какой-то, но вы можете его преодолеть с помощью знания, которые вы на этой консультации получили, с помощью, в целом, тех советов, которые вы получили, то тогда это означает, что вы имели дело с квалифицированным человеком, и астрология в его руках живая, то есть, она даёт свои божественные, ну, как бы, вот эти имена, вот, понимаете, то есть, было сказано, что человек должен соприкоснуться со светом Бога, не с энергией времени, понимаете, можно же гасить энергией времени человека, там, ты, там, осенью помрёшь, платье, там, зимнее пальто можешь не покупать, там, и так далее, понимаете, то есть, это, это не свет Бога, ну, то есть, это просто пугалово, то есть, если человек этим пугаловым занимается, то он, ему надо просто фейс разбить, разбить по-русски за это, потому что он портит народ, потому что люди же верят, и они потом будут думать всю жизнь об этом. Ну, то есть, другими словами, если говорить практично, то астролог не имеет права сказать что-либо вообще человеку, не имея в своём сознании формулы преодоления этого, ну, то есть, если, ну, человек, видя карту, что-то знает о человеке, если он не знает, как сделать так, чтобы человек мог это победить, то тогда нечего и говорить, потому что если человек говорит что-то, что он не знает, как преодолеть этому человеку, то он обрекает просто этого человека в десятки раз больше на то что это может произойти чем если бы это произошло ну то есть другими словами это все равно что как бы ну допустим но человеку допустим грозит расстрел да и ты просто берешь пистолет и он грозит ему через три месяца допустим ты берешь и сразу его убиваешь гуру какая разница сейчас или потом разницы никакой нет ну примерно так ну то есть ты просто лишаешь человека дальнейшей жизни потому что жить с таким пониманием что ты через там полгода помрешь вот невозможно ни один человек нормально жить не будет ну то есть я это это опыт мы моих отношений то есть человек говорит в десятом году мне говорит как бы в двенадцатом году будет конец света я говорю я в это не верю и человек говорит мне в это не верите ну значит вы два года проживете в иллюзии Я говорю, нет, два года я проживу в состоянии счастья, а вы два года не проживете, потому что если вы уже точно знаете, что через два года у вас будет конец света в вашей жизни, то у вас не будет никаких двух лет, а я буду жить классно, не зная об этом. Вот так мы с ним поговорили. Нам наш, еще один из учителей наших Вести Ларсен, он как раз-таки вдохновение ставил на первое место, что консультация астролога, это в первую очередь вдохновение, то есть это цель. Вообще, вот если сейчас взять цель-видической астрологии, это счастье, то есть мы берем, знание Богом давно было для чего? Чтобы мы поняли, как там быть счастливым. И понятно, что счастье бывает на разных уровнях, счастье в гуне невежество, ну тут не надо вообще быть знающим, то есть это просто надо жить без знаний тогда вообще никуда не ходить. Счастье в гуне страсти, и вот с этого уже начинается, уже для любого уровня счастья в знании, ой, в страсти, уже надо знания, даже просто пойти выучиться в университете, чтобы зарабатывать денег. И чем лучше образование, тем больше перспектив в деньгах, то есть это само собой, и на этом уровне тоже может астрология помочь. То есть человек приходит и говорит, куда мне, где мои таланты проявить, где мне, как мне лучше сейчас свой период, допустим, раскрыть с позиции денежного ресурса. Это нормально, я считаю, что это в каком-то смысле мы можем помогать, особенно если ему даст это веру в знания. Но сама цель астрологии это поднять человека на, вот он приходит с одним запросом, и даже не астрология, это уже скорее цель будет физического астролога. Потому что цель астрологии, она не скажет, ну, как сам джетиш, он говорит, мы должны ответить на вопрос. А цель физического астролога это как раз-таки поднять, ну, на ступенечку выше. Если человек пришел и говорит про страсть, то, соответственно, надо что-то ему дать, то, что даст ему возможность подумать и о счастье в благости. Если он пришел и говорит о счастье в благости, то, что надо что-то ему сказать, возможно, или направить то, что поднимет его даже над благостью. Это шутха сатвы, это будет уже счастье духовное во взаимоотношениях с Богом. Ну и вот как раз таки, мне кажется, на мой взгляд, это и есть цель счастья. Можно я вас попрошу прокомментировать несколько фраз астрологов, которые имеют большую популярность сейчас в наше время? Я их лично знаю, но не уважаю за то, что они делают. Ну, один из этих астрологов, читая лекцию, он как бы начал лекцию, то есть для людей. И он, показывая себя как личность, сказал слово даже хуже, чем то, что я скажу. Он сказал им, вы все в этом вопросе просто тупари. Вот. И я сейчас вас буду просветлять. Как вы прокомментируете? Вот слова великого, так сказать, астролога. Вот эти вот. Это означает, что он поставил себя в роль учителя, а сама по себе астрология – это позиция ученика. То есть я ученик, я прежде всего, то, что я здесь перед вами, это способность мне быть учеником своего учителя. Я здесь, но только передальщик знания, поэтому, ну, конечно, это уже сама по себе демоническая концепция, когда учитель ставит себя в позицию учителя. Я тоже как бы вам скажу, я просто буду, я знаю, что дальше произошло. Люди, многие люди, они пришли на курсы по астрологии к этому человеку, они просто дальше не начали, ну, после этой лекции просто, ну, не стали продолжать. То есть они забрали свои деньги просто и дальше перестали ходить на это, на все. И потом дальше написали жалобу, которая, в принципе, дошла и до меня. Вот. Вторая ситуация, которая прям конкретно практична, которая имеет во времени продолжение, которую я… Да, то есть это, ну, я вам опишу как бы события, а вы прокомментируйте. Один популярный, это уже другой, еще один популярный астролог, который также популярный лектор, как и первый. Вот. Он проконсультировал одну семейную пару. После этой консультации эта семейная пара пришла ко мне, я первый раз в жизни увидел, как мужчина и женщина плачут одновременно. Вот плачут прямо. И суть такая, что так как вы не являетесь, ну, как бы половинками друг друга, по вашей карте это видно, у вас не будет детей никогда совместных. И поэтому вам лучше сейчас разойтись, потому что вы таким образом мешаете близкому человеку, вот прямо он так сказал, мешаете близкому человеку иметь возможность детей. Поэтому вам надо освободить этого близкого человека от себя, в буквальном смысле слова. Примерно так он сказал. И эти люди, они пришли ко мне со слезами на глазах, и они задали мне вопрос, интересный вопрос. Как нам сделать так, чтобы мы смогли разойтись? Потому что мы не можем никак этого сделать. Вот мы полгода, мы уже плачем, как бы мы любим друг друга. И как нам будет разойтись? Ваши комментарии. Я потом продолжение вам расскажу эту историю. Ну, здесь можно, я думаю, долго комментировать такие ситуации, потому что я сам сталкивался с такими вот как раз таки, с такими семянными парами, которые получили такое. И опять же мы тогда возвращаемся к цели. То есть цель, то есть люди пришли, люди пришли, то есть они уже вместе, то есть уже Бог их соединил. Уже цель ведической астрологии — это раскрыть ситуацию, ты уже в ситуации. То есть это не люди, которые пришли друг друга не зная, и совместимость… Дмитрий Юрьевич, у меня вопрос, а вообще вот это, ну, ну, человек может так сказать, что у вас никогда не будет детей? Вот мне интересно вас, как вот ваш учитель считает? Вот он сказал такую фразу, у вас никогда не будет детей. Вообще ведический астролог может на себя брать такое право? Нет, нет. Гарантии сто процентов может дать только Бог. Это, это факт. И фатализм, то есть когда астролог, он дает знание о том, что не может иметь человек, человек и не дает упаю. То есть это же тоже первостепенное значение астрологии, что там есть упая. Астрология — это не гадание. То есть мы переходим, если мы приведем к гадалке, она может сказать, у вас будет то-то, то-то и то-то. Все, можете идти, можете быть свободны. Но в астрологии, если мы даем знания, то есть и упая. А упая — это надежда, упая — это вера, упая — это молитва. То есть упая, как правило, она — это молитва Богу. Когда человек, он в этом настроении покаяния, он сидит перед алтарем, читает, напускает ту молитву, которую дал астролог, может быть. Ну, хотя, я думаю, что если адаптировать тему религий в современном мире, мы тоже увидим, что в ведические времена была одна религия, ну, как единая. И поэтому сейчас таких их много, я думаю, что и упая, они могут быть в каждой религии. То есть надо просто так понимать настроение, если эта молитва будет Божественной Матери, то Божественная Матерь, она будет тоже как, ну, как я думаю, что она будет в каждой религии. И через молитву, через упая в любом случае есть шанс. И вот шанс — это надежда. И вот самое важное — это человек, может быть, и можно указать на то, что это проблемная зона, то есть что надо на нее внимание обратить. В жизни она может как-то беспокоить и дать направление. То есть вот я вам рекомендую вот какие-то-такие-то молитвы читать, такие-то-такие-то делать упаи, делать гармонизации, съездить, может быть, в какое-то святое место. То есть комплекс мер, которые будут, даже если у человека будет потом возникать, он вспомнит. А вот астролог мне говорил, что эти проблемы могут быть, и они у меня есть. Я вспомнил, что он мне что давал? Он мне давал рекомендации. И вот мне кажется, это будет тогда знание, которое человек действительно применит, и оно будет полезным. Значит, продолжение следует. Вот в этой ситуации, то есть я людям сказал, что это полная чушь, то, что им было сказано, что действительно у них есть какие-то трудности с зачатием. Эти трудности преодолеваются просто духовной жизнью. Поэтому я им предложил, что они должны немедленно ехать в святое место в их духовной традиции. Для них это был Иерусалим. И дальше просто молиться Богу, чтобы Бог дал ребенка. Ни о каком разлуке, ни о какой как бы бросать друг друга. Это просто исключено. Я сказал им, что то, что они получили, то знание является ложью. Что это был греховный поступок этого человека, который он совершил по отношению к ним. И он за это поступок, несомненно, понесет ответственность перед Богом. Продолжение было такое. То есть они поехали в Иерусалим. И там в Иерусалиме они какое-то время пожили, молились. И они там зачали ребенка, прямо в Иерусалиме. То есть они потом благополучно его родили. И потом, когда они еще одного ребенка захотели, они поехали в Иерусалим и зачали двойню. То есть получилось в результате, они уже через пять лет с тремя детьми ко мне подошли, поблагодарили. Сказали, что спасибо вам большое, как бы у нас все нормально теперь, слава Богу. Вот. Следующий случай. Ваш комментарий, а потом я расскажу дальше судьбу человека. Значит, это была девушка, пришла молодая девушка. Ей было тогда 22 года примерно. Она пришла к ведическому астрологу. И тот ей сказал, что у ней будет два брака. И вот с этими, как так сказать, мыслями она познакомилась потом со своим будущим мужем. И передала ему эту инфу. А до этого у ней браков не было. Это означает, что ей придется с этим человеком расстаться. Ваши комментарии. Мне кажется, это из одной серии. Это из одной всей серии, когда... Это даже ситуация произошла с одним из моих знакомых. И даже, я думаю, и вы его хорошо знали. Он у вас работал. Ну, а как бы вы сказали, если бы вы видели возможность разрушения семьи в карте, как бы вы это назвали? Нету разрушения семьи в карте. Замечательно. Надо начать с... Это меня больше нравится еще. Надо начать с этого. Надо начать с этого, что разрушения в семье, в карте нет. Это поэтому в Индии 1% развода всего представляет? Потому что... Откуда пошла астрология из Индии? Потому что у нас в карте могут быть трудности в отношениях, которые будет человек испытывать. И в современном мире, то есть так как у нас вообще есть склонность разводиться, а если мы возьмем, так как вы привели сейчас, Индию, то там нету вообще, ну как, нету идеи вообще, что человек может развестись. Он будет... Его будут бить, избивать, не знаю, что там, зубы выбивать, там, безответственность проявлять. То есть человек, следовательно, будет принимать свой долг, свою дхарму и пытаться понять, для чего сейчас ему эта ситуация и как ему, ну как бы качественно пройти эту ситуацию, сохранив именно и свое внутреннее состояние и удовлетворение счастья и в то же время сохранив дхарму, потому что дхарма... Дхарма — это оставаться в семье. И поэтому есть сложности, действительно. То есть мы, ну как бы, не будем отрицать, что сложности есть. Есть тяжелая карма в супружеской жизни, но тяжелая — это означает, что ее можно преодолевать. И означает, что и она... То есть и для этого и нужны будут там сложные периоды, которые тоже на строке обозначить, что у вас будет сложный период, вот вам методы гармонизации. И обратите внимание... То есть даже сложно, я даже иногда боюсь этого слова «сложный период», потому что иногда люди теряют даже вдохновение уже даже от этого. Просто когда ты им говоришь «сложный период», у них все. Я сейчас даже более такой терминологии для себя выбрал. «Период, на который вам стоит особо обратить внимание». То есть и вот это... Да, хорошо. И вот это... Они их включают все равно в это. То есть вот вам сейчас... Миссия вашего периода — это чтобы вы обратили внимание на супружескую жизнь, и для вас будет много уроков, которые вам надо пройти. И вот вам... То есть уроки, миссия, период, на который обратить внимание — это те термины, которые не пугают человека, и они сохраняют вдохновение. И даже он вдохновлен сейчас действовать, потому что он находится тогда в позиции сам ученика в жизни. То есть ему дали нетрудности, ему показали нетрудности в том, что Бог, он такой вот злой, сейчас создал там какую-то негативную карму. Ему показали возможности. Ну, продолжение этой истории печальное. То есть девушка прожила какое-то время с этим человеком, потом дальше она... Ну, начались тяжелые... Начался тяжелый период, или как период, на который надо обратить внимание. Ну, то есть этот период, несомненно, начался, потому что в карте есть, он начнется. Вот. И когда он начался, отношения стали тяжелее, чем раньше. И девушка сходила к двум астрологам ведическим, и они ей оба сказали, причем это оба известных были астрологи, астрологов, они оба ей сказали, что как бы, ну вот видишь, как бы у тебя два брака в карте, что делать, придется тебе разводиться. Ну, то есть они ей помогли, так сказать, преодолеть этот период, в кавычках. Вот. Она бросила мужа, нашла себе другого человека, прожила с ним несколько лет, и там тоже развалилась семья. В результате ей пришлось выйти замуж третий раз. Ну, то есть, получается, что ведические астрологи ошиблись. Получается, у человека три брака произошло, а я считаю, что эти астрологи только за эти вот, вот эти все три астролога, только за то, что они сделали вот с этим одним человеком, уже могут спокойно рассчитывать на ад. Потому что они в какой-то степени разрушили судьбу нескольких человек. Судьбы нескольких человек они разрушили просто одним вот этим тупым, как по моему мнению, советом. Потому что эта девушка преспокойно могла сохранить свою семью первую, и на этом все бы закончилось у них. Есть еще один интересный случай, с которым я столкнулся в Риге. Я уже не буду вас спрашивать, мы, в принципе, это тот же самый, как бы, идея та же самая. Один астролог сказал, я не знаю точно, ведически или нет, сказал одной паре, что у них три брака. У них был первый в обоих. Вот. Интересно произошла их жизнь, потому что я знаю, ну, на продолжение 10 лет, как бы, их судьбу примерно, вот, они расставались два раза и сходились. И причем они расставались, разводясь. То есть они ставили штампы о разводе, паспорте, и потом сходились. То есть они, у них было три брака, друг с другом. На этом все закончилось. То есть вот такая история. Ну, то есть, фактически у них был один брак, если бы они вот эту тупость не поверили, которую им сказал астролог, то они просто бы, как бы, сходились-расходились, и все, и, ну, у них был бы один брак, ничего бы они не разводились бы. Это может даже быть не тупость, это может быть то, что у них не хватило просто знаний. То есть есть, в астрологии есть, есть возможность посчитать количество супружес, но есть возможность и проверить, а может быть, может быть ли вообще первый супруг вторым супругом, может ли второй быть третьим супругом. И вот еще один из таких моментов, а есть же астрологи, которые рекомендуют, когда все сложно, перейти, как бы здесь развестись, развестись, а жениться заново. И вот наш учитель, он как бы против этой рекомендации, потому что, потому что, если там это не соединяется, то они могут развестись, и не жениться, и не жениться. И это может, даже за месяц, это там, или сколько у них там, неделя, или по закону, там, я не знаю, даже может быть там, сколько там, полгода дается, у них по судьбе может реально быть развод. То есть оно должно соединиться, и только в том случае, когда оно соединяется, можно там как-то, если это там, ну, там облегчит чуть-чуть, то надо смотреть, если оно облегчит, то может быть, такая рекомендация, она еще допустима, но это очень-очень аккуратный момент. Поэтому, мне кажется, это просто не хватило, не хватило знаний, и это разрушение. Поэтому, здесь еще вот это вот в момент всплывает, а может быть, у тебя просто не хватает знаний, это надо, ну, это надо, и не может их, а их, скорее всего, точно не хватает, потому что, мы понимаем, мы сейчас, почему начали с образа ведического астролога, с этого мудреца, который обладал тем разумом, который может без компьютеров, если ты можешь без компьютера высчитать, или даже по-другому, ты должен посмотреть на звезды, посмотреть по расположению планет, выставить все в гороскопе, просчитать в уме все дробные карты, просчитать в уме периоды, и потом должен общаться с человеком. Получается, у нас есть вывод, что все-таки карма, она есть, сами веды, они говорят, что есть дритха-карма, адритха, и дритха-адритха, то есть, это жесткая, которую практически невозможно изменить, средняя, то есть, где можно большими усилиями изменить, и карма, которая меняется легко, то есть, мы просто выходим из зоны комфорта, и что-то делаем, она, в принципе, легко меняется. И вот, все-таки, здесь хотелось бы этот момент обсудить, потому что мы понимаем, что есть дритха-карма, это тяжелая карма, которая, ну, в реальности меняется очень тяжело, то есть, если, например, если у человека родился ребенок, и он уже болен, и эта болезнь, она такая, очень тяжелая, и, и ему понятно, что это надо будет, ну, очень такими серьезными усилиями, как бы, ну, идти в эти взаимоотношения с этим ребенком, помогать ему, сказать ему, что это просто, вы год-два помолитесь, допустим, и, и все будет легко, пройдет, это тоже, может быть, в каком-то смысле, как, ну, будет обман для него, то есть, ну, как бы, сказать, что это, что это безнадежно, это тоже, как бы, мы говорим, что это, ну, вдохновение пропадет, вот как здесь правильно, вот в этот момент, когда мы видим, что все-таки, ну, хорошо, мы чувствуем ситуацию, она уже пришла, иногда бывает, человек приходит, не, не даже не из позиции предсказательной, она уже пришла, и ты понимаешь, что тяжелая, ситуация, ну, тяжелая, что ее... Я считаю, что здесь, есть два принципиально разных момента, один момент, это когда ситуация еще не пришла, и она непреодолимая, очень тяжелая, мы никогда не человеку не должны говорить ни к чего обреченного, потому что в этом случае, мы просто лишаем его возможности побороться, вот, ну, то есть... А когда пришла уже? Вот как вы думаете? Вот в этом случае, когда очень тяжелая еще не пришла, нужно человека настраивать на очень серьезную духовную жизнь, на серьезную молитву, потому что я думаю, что современный астролог не сможет понять степень тяжести, он может понять, что тяжелая, но насколько тяжелая, я думаю, современный астролог вряд ли поймет, вот, я могу сказать по себе, что вот случай с самолетом и с ножом для меня были, ну, как бы, средней тяжести, скорее всего, но случай с тюрьмой была конкретно тяжелая карма, потому что я, когда эта кампания началась против меня, у меня был месяц времени, у меня как раз начался отпуск, это и есть милость Бога, я поехал в святое место, находясь в святом месте, я каждый день молился по 8 часов непрерывно, и эта молитва чуть-чуть ощущение у моей участи, что это произойдет, облегчало, но не убирало, и так длилось 20 дней, после 20 дней я понял, что я своими силами преодолеть эту судьбу не смогу, я тогда пошел к одному очень святому человеку и попросил о помощи, то есть мне нужно было какое-то мероприятие, какое-то яги какая-то, для того, чтобы мне помочь, потому что я чувствовал что со своими силами я не справляюсь с этой кармой, и тогда этот жрец, очень возвышенная личность, он сказал мне, что он мне поможет, просто сказал, и назначил очень серьезное такое, как бы мероприятие, ягию серьезную, то есть такой обряд, который должен был бы защитить меня от злых влияний, и он просто сказал об этом, я когда вошел в алтарную комнату, вышел от него и вошел в алтарную, то я услышал звон, в пространстве какой-то звон, но этот звон не был звуком, это был звон, который шел с пространством и заходил внутри меня, и этот звон, он был настолько сильным, я увидел, что вот у меня, как бы я злую судьбу диагностирую по левой руке у себя, у меня, вот она просто взяла вот так, шух, и вся эта злая судьба вышла с моей левой руки, я начал воспринимать вот эту энергию времени, которая должна была атаковать меня, и я ее просто не чувствовал в это время, я начал настраиваться, откуда идет звук, и я увидел, что он идет с алтаря, ну то есть это было для меня очень мощное откровение, наверное самое сильное в моей жизни, и потом на следующий день, когда я свои 8 часов молитвы зарядил, я увидел, что ну карма опять вернулась, но она вернулась совсем в другом виде, она стала похожа на ту, которая была в двух предыдущих случаях, то что я рассказывал, то есть она была уже не тяжелая, а средней тяжести, и я буквально за 3-4 дня с ней справился, и потом уже свой обед, месячные молитвы, я уже так выполнял, честно скажу, не с таким рвением, я делал все это, но у меня не было вот этого, то есть если победил, то победил, ну а потом ничего не произошло, ровным счетом, все их как бы усилия оказались просто бесполезными. То есть в любом случае, у нас здесь вывод один, что если это судьба, если это карма, то ее нужно, то есть если человек уже получил это знание, зачем ты вообще пришел сюда, то есть ты пришел получить знание, чтобы если мы просто хотим принимать то, что к нам приходит, можно никуда не ходить и просто настраиваться на то, чтобы это принимать, но ты вооружен, ты получил шастру, то есть ты получил оружие, которое может эту тьму невежества разбить, и это надо сражаться, это надо молиться, и задача астролога – это помочь в этом, то есть не определить, не утвердить, не обозначить, не с позиции фатальности это как бы срубить, а именно дать, может быть, направление, может быть, немножечко, если, как мы сказали, что эта ситуация серьезная, как бы обозначить, что я вам еще раз говорю, что надо обратить внимание на эту сферу, вот вам инструменты, готовьтесь к этому, и этим самым это и будет помощь астрологу. Еще второй вариант, когда уже произошло, человек родился с ДЦП, у него психическое заболевание, вот, семья уже разваливается, уже не живут вместе, и в гороскопе это тоже есть. Что делать астрологу? Астролог должен отметить, что вот смотрите, это есть в вашей карте, у вас есть вот тяжелый период, тогда мне лучше сказать, мне кажется, что тяжелый период, обозначить объем работы и все равно дать человеку надежду, сказать, что может быть, попробуйте делать так и так, может быть, вы облегчите участь ребенка, может быть, вы сойдетесь, может быть, так и так, но дать все равно какой-то шанс человеку, чтобы он посражался, потому что если говорить вообще с позиции Бога, то для Бога наша вот эта спокойная жизнь, она ему сто лет не нужна вообще. Ему нужна та часть жизни, где мы боремся со своей злой судьбой, тяжелой судьбой, потому что в этом и есть смысл человеческой жизни, обрести веру в борьбе, то есть человек, ну, чаще всего через страдания приходит Богу, и поэтому надо человека зарядить по полной программе, в этом цель ведического астролога, по полной программе зарядить человека на борьбу вот с этой тяжелой судьбой, потому что если даже он проиграет в этой борьбе, его сердце будет спокойным, потому что Бог им будет доволен. Человек свое дело сделал, потому что он в этот тяжелый период не сидел, сложа руки, не ломал себя, не убивал себя, не в депресснях подал, а он сражался, и даже если он проиграл, все равно сердце будет радоваться, потому что он сделал все, что мог. Но это же даже будет его не проигрыш, это может быть внешний проигрыш, но внутренне-то это будет выигрыш. Конечно, однозначно. И вот если сейчас глубже взять, то мне кажется, это есть цель ведическая, вот вообще самая высокая, сейчас мы вообще берем прям самую-самую высокую цель жизни, это человеку поменять восприятие, то есть понять, что все, что он здесь видит в этом материальном мире, это есть иллюзия, то есть все эти страдания, все, что сейчас с ним происходит, это иллюзия, которая, как мы знаем из физических знаний, что это Махамай, который сейчас раскручивает какую-то здесь свою игру, и страдания — это его восприятие сейчас этих ситуаций. И если человек, он обретает сознание Бога, то есть он как бы молясь, преодолевая эту ситуацию, но понимает, что это какие-то задачи в этой ситуации, то у него происходит что? У него происходит восприятие этой ситуации искажается, то есть оно меняется, то есть он уже внутри на глубинном уровне, не на эмоциональном, не на ментальном, а на очень глубинном духовном уровне, он ее не воспринимает как страдание. И вот это и есть как бы смена, то, что у него была Маха, то есть он был в Махамайе, это как бы, это как мышонок в зубах кошки, а потом он поменял свое сознание и стал в Йогамайе, то есть как котенок в зубах кошки, то есть он уже вроде бы ситуация внешняя, но я воспринимаю ее как любовь, то есть я свыше чувствую любовь Бога в этой ситуации, и я понимаю, что я играю сейчас в Его игре, не в игре материального мира, а я играю с Ним. И пускай даже как Иисуса Христа, он сейчас, ну, как бы воля губога проявила, что он ее поставил в какую-то сложную ситуацию, но мы не можем сказать, что Иисус Христос был в этой ситуации несчастлив, что он ее воспринимал, он воспринимал ее как миссию, как возможность послужить Богу и всему этому человечеству. Можно мы сейчас поговорим о том, что вот конкретно нельзя говорить ведическому астрологу, ну, я несколько как бы моментов хотел сказать, по моему мнению, вот, это советы астрологам и советы людям, которым пришли к астрологу, и надо уходить срочно, ну, то есть дальше слушать этого человека не надо, если вы увидели, что вот это происходит. и так, астролог не имеет права говорить, что людям надо развестись, он просто не имеет на это права. Дальше, он не должен говорить, что у человека 2-3 брака, он может говорить, что у него есть 2-3 раза сложности с семьей, возможность разрушения семьи присутствует, но как бы и обозначить сколько раз, и когда он может об этом примерно сказать, но он не должен говорить, что это обязательно разрушение семьи. Вот, астролог не имеет права говорить дату смерти человека, потому что 100% он ее не знает, этот астролог, потому что он, еще раз повторяю, соединить свободу выбора человек, которая есть, вот вы видели на примере моей судьбы, что свобода выбора работает, может работать очень сильно, если ты обладаешь знанием, а мы как раз советуем людям учиться молитве там и здоровому образу жизни, чтобы они обладали знанием. Вот, то есть говорить дату смерти нельзя, надо говорить опасности, что опасность ухода из жизни, может быть вот в это время, и что конкретно, и еще что нельзя делать астрологу, нельзя говорить что-либо вообще, не посоветовав, как с этим быть, ну то есть если он сказал что-то, он должен теперь кучу мероприятий, как бы назначить для того, чтобы это преодолеть, иначе зачем вообще об этом говорить, ну то есть человек, когда видит трудности, не знает что с ним делать, он обречен на погибель, вот, потому что само видение трудности, еще раз повторяю, оно может усугубить ситуацию, ну то есть бывает так, что человек не видит трудность, и как-то легче с ней справляется, потому что он не знает насколько это опасно, чем если он видит и обречен, то есть это как лягушка, которая прыгает сама в рот кудаву, потому что думает какой ужас, какой ужас, и как бы и сама прыгает туда, разобраться на какой же это ужас на самом деле, и попадает в пасть. Я просто практически конкретно говорю вещи, то есть человеку нельзя говорить, что он никогда не вылечится, это неправильно, потому что человек должен стараться вылечиться, в этом смысл жизни вообще, ну то есть если человек никогда не вылечит, зачем тогда лечиться, вот, и зачем стараться, вот, вообще слово никогда, и конкретные даты, как бы, ставить на то, что вот это в это время произойдет, это неправильно, ну то есть нельзя быть богом астрологу, он должен быть просто слугой, и говорить предположения свои. Но вот советовать, когда лучше, допустим, жениться, хорошо, люди, допустим, могут в это время или не могут, ничего страшного, и говорят, если не сможете, ничего страшного, но лучше вот в это время, допустим, вам пожениться, обвенчаться там, допустим, лучше в это время зачинать детей, но не только в это время. Еще, кстати, очень важно, еще одна проблема, которую я встретил в своей жизни, Ко мне несколько раз подходили супружеские пары, которые уже не смогли зачать детей, просто потому что они много лет следовали советам ведического астролога, которым назначал всего две даты зачатия за год. Но так как у людей вообще в целом очень трудность большая с зачатием, они фактически зачинали детей два раза в год и лишались возможности зачинать другое время. И я, когда ко мне люди подходят с такими вот двумя датами в год, я им говорю, вот привожу пример этих супружеских пар и говорю, если хотите остаться без детей, тогда следуйте этим советам. Ну то есть если ведический астролог дает какие-то советы, он должен учитывать знания медицины о том, что лучше всего зачатие происходит в момент овуляции, он должен примерно понимать, когда овуляции. Он должен давать людям возможности зачинать чаще и не обращать на периоды, которые есть у женщины, если ей уже 40. Ну то есть ведический астролог говорит, вы знаете, вам надо подождать три года и потом пробовать зачинать, а ей 40 уже. Ты посмотри на человека, ты же в карте видишь возраст, какие три года. То есть она должна пробовать как можно быстрее зачинать, потому что через три года в ней может вообще климакс наступить. Вот это я как врач уже говорю. Ну то есть вот это все бездарность, которая разрушает потом людей жизнь. И самое большое получается, самое тяжелое событие в жизни человека, это то, что он сходил к этому астрологу. Если бы не ходил, жизнь была бы намного легче. Вот. Ну то есть это примерно какие моменты, то есть что нельзя. То есть и в целом, если, вот в целом общий совет такой, нельзя советовать аборты. Тоже потому что как бы ведический астролог смотрит в карту, говорит, у вас родится урод, поэтому лучше сделать аборт. Во-первых, он не решает, то родится, это решает УЗИ. Вот и даже если там действительно ребенок больной, то родители все равно решают, может они хотят сидеть с этим ребенком всю жизнь. И в этом как бы они видят смысл своей жизни. Но то есть все равно они выбирают, а не ты, как бы, что им делать. То есть ты просто можешь сказать, что надо обследоваться, пойти. То есть ты даже не можешь диагноз поставить просто по карте, ты должен. Это, кстати, еще один момент, по карте нельзя ставить диагнозы человеку. Можно просто посоветовать обследоваться в этой области и пускай врачи ставят диагнозы. Вот. И если в целом вы вышли от астролога ведического напуганным, почувствовали, что вам как бы закрыли краник вашей жизни, жизненной энергии, это значит, что вы имеете дело с неквалифицированным человеком и воспринимать серьезно все, что он сказал, не стоит. Потому что, ну, если человек неквалифицированный, значит, он просто навредил вам. И вообще, если вас астролог начинает пугать, просто конкретно говорит, что у вас ничего хорошего в жизни не будет, у вас крест одиночества в карте там стоит. Кстати, вот эти тоже, запомните слова, крест одиночества, у вас как бы, на вас крест бесплодия там какой-то или еще что-то, вот эти все вот как бы слова, запомните, это все признак того, что у человека немножко шизофреническое мышление, то есть он маловероятно, что он может реально понимать ход времени, как течет в судьбе. Вот, ничего это не надо верить этому, слушать. Вот, и если вам закрыли краник вашей жизненной энергии, вы вышли от астролога и чувствуете, что как бы вы жить дальше не можете, потому что что-то произошло ужасное, то знайте, что вас просто обманули. Это вот мои как бы рекомендации при контакте с астрологом и также рекомендации астрологам, которые хотят как бы людям помогать, еще раз повторяю, помогать именно, да, мы услышали это слово, а не вредить, то вот такие вот советы. Мне очень вдохновило, как вы сказали, что давать свободу выбора, то есть выбор это как раз-таки то, с чего начинается понимание, понимание, что на свободу выбора не посягает даже Бог, то есть Он дает даже нам свободу выбора. И если мы даже почитаем Бхагавадгиту как в конце, да, то есть Он дал знания, Арджуна, поступай как знаешь. То есть это астролог может направить, показать, может быть, какое-то, ну, какое-то задать, может быть, направление и сказать, что это ваш выбор. То есть это как в сказках, налево пойдешь, вот это, направо пойдешь вот это, напрямо пойдешь вот это, сделай свой выбор. То есть это как бы твой будет, твой в жизни выбор. Если пойдешь туда, вот такие рекомендации, туда такие рекомендации. Это, мне кажется, суть. Это суть вот этого нашего как бы подвода, вывода с позиции того, что каким должен быть физический астролог, как он должен консультировать. И еще есть очень важный момент, то, что сейчас время, когда это знание приобретает такую как бы силу, в плане, в плане оно становится, оно распространяется с огромной силой сейчас в современном мире. Очень много школ, и, соответственно, этот интерес возвышен, и есть большой спрос. Там, где есть спрос, там есть деньги. И вот хотелось бы вот эту тему поднять, что учителями становятся сейчас многие. И сейчас для того, чтобы стать учителем, это надо просто хорошо сделать свой инстаграм, сделать свой контакт, сделать короче, красивый сайт. Может быть, даже для этого, и некоторым это будет достаточно. И даже я знаю... Сказать, что я вхожу в десятку сильнейших... И даже я знаю школы. Не буду понятно, что мы сейчас не будем переходить на какие-то конкретные примеры, но я знаю школы, которые учат учеников. То есть они отучились три месяца, вам не нужно больше ничего. Вот вам сайт, вот вам инстаграм, вот вам инструменты, реклама и так далее. И вы можете учить других, можете создавать свои школы, можете привлекать через рекламу на свои консультации. И вот хотелось бы вопрос поднять мотивов страстных в астрологии, потому что изначально, когда человек привлекает на свою консультацию уже через рекламу, то есть он создает, ну, на мой взгляд, как бы несколько иллюзорную квалификацию свою. То есть его внешняя квалификация не соответствует его внутренней зрелости. И это сейчас, ну, и сейчас инструмент, они очень легко позволяют это сделать. И тут возникает вопрос, с каким мотивом, то есть нужно развивать это знание, чтобы приходили люди в школу, потому что те астрологи, они оправдывают это, то что мы вроде бы как бы люди находятся в невежестве, мы их мотивируем, приходите к нам, вы заработаете с помощью астрологии 200, 300, 500 тысяч в месяц, будете на Бали с компьютера сидеть, консультировать. Изначально уже ученики идут с таким мотивом, то есть они уже идут туда в школу с мотивом, я хочу учиться, чтобы зарабатывать. Они это объясняют, что мы их вытягиваем оттуда, они учатся у нас, мы им даем знания, и они как бы должны со временем, ну, как бы поменять это мировоззрение. И вот тут вопрос стоит, действительно ли это так, то есть что мы, кого мы собираем, то есть мы создаем энергетику сразу же в школе такую, где уже есть вероятность, что это будет вырастить тот, кто изначально шел с этим мотивом, потому что почему мы думаем, что он что-то поменяет, а если не поменяет, и это будет тот человек, который ему сказали, что ты будешь на Бали, и это твой будет мотив в изучении джиотиш, и он и так и будет делать. То есть насколько правильно, как это вот видите вы? Я считаю, что есть вообще люди четырех категорий, то есть есть люди, склонные к творческому труду, есть торговцы по своей природе, есть руководители, есть ученые или брахманы. Я считаю, что сначала нужно пытаться понять варну, вот этого человека, насколько он вообще склонен к такому серьезному изучению, потому что астрологическое знание, это вот без привлечения, это уровень высшей математики в институте, то есть это очень сложная наука с точки зрения интеллекта, то есть она очень интеллектуальная, то есть там надо иметь очень хорошую память, помнить много йог, помнить различные, ну много-много всяких моментов, которые необходимы для правильных выводов с точки зрения судьбы человека. Нравственный аспект, как человек живет, то есть сначала интеллект, то есть насколько он интеллектуальный, если он вообще там как бы трактористом был всю жизнь, как бы и хочет сейчас стать астрологом, надо и закончил 7 классов образования, как бы потом не смог учиться в школе, надо усомниться вообще в самой возможности, что этот человек сможет выучить астрологию серьезно. Вот второе, это мотивы, то есть мотивы вы обозначили хорошо, но кроме мотивов есть еще варна, ну то есть человек, если рожденный ползает, летать не сможет, это высочайшее знание, очень сложное, поэтому не все могут выучить это серьезно все. Ну то есть уровень интеллекта, мотивы, нравственный аспект, ну то есть если человек, он склонен к разврату, к вредным привычкам, там допустим, он выпивоха, там еще что-то, и он решил стать астрологом, я не думаю, что его надо вообще обучать этому, потому что, что он людям преподнесет, он же хочет быть наставником. Сейчас вообще как бы, вот эта идея, психолог допустим, кто такой психолог? Это тот, кто косит под наставника, по-русски сказать, понимаете, то есть нет ни психологов, нет ни астрологов, есть просто наставники, и если человек действительно может быть наставником, то есть он живет правильно, показывает пример своей жизни, и хочет учить этому других, вот тогда он может быть астрологом, я считаю, или по крайней мере на это имеет какие-то задатки серьезные. Но если человек вообще, как бы он не алло в этом плане, у него нет ни духовного знания, ни духовной практики, он бы пивоха там, развратник, и он пришел в астрологию учить, надо его выгнать просто, и все. Уважение к старшим еще важно, потому что если человек не уважает старших, он духовное знание в принципе перенять не может. Ну вот примерно таким. А да, то, что мы видим, то, что мы наблюдаем, мы стараемся, то есть вот, допустим, как в нашей академии, есть фильтр четкий, собеседование он называется. Собеседование – это первый момент, и у нас есть правило, то, что мы не, когда мы кого-то приглашаем, мы говорим, для чего это знание. То есть человек должен сделать, человек должен понимать, что это знание, которое поможет вам разобраться в себе. Это так, это так. Это знание, которое поможет разобраться вам, ваших близких, поможет понять глубже себя, может быть, где-то себя как бы найти именно в первую очередь. Астрологами реально, если у нас там, ну, допустим, в прошлом году, наверное, 160 человек учился именно уже на профессиональном курсе, из них цель астрологов реально стать, может быть, только 5%, но люди… Тогда надо разделить образование, то есть есть образование просто, общее образование астрологии, а есть, допустим, вот как, допустим, люди учатся в институте, не все получают диплом врача, так и здесь тоже возможность консультировать должна быть дана только тем, кто имеет на это квалификацию. Так и есть, так и есть, потому что, во-первых, у нас то знание, которое уже для консультации, оно секретное, это знание в традиции, мы его не можем отдавать вот так вот просто. То есть есть курс за год, то есть мы, во-первых, фильтрацию делаем на начальном уровне, и за год те люди, которые понимают, что им это неинтересно, что они не хотят дальше, им хватит. И некоторым они говорят, все, мне за год вы дали очень много, я поняла себя, то есть то, что я хотел от астрологии, я получила. Идти дальше на профессиональный как бы какой-то курс, я, может быть, у меня нету желания. И это фильтрация, то есть если вначале было 160, то, как правило, до того профессионального курса доходит, ну, может быть, человек 30, 40, которые 50, может быть. Да, мне кажется, нормально. Да, нормально. Лицензии или вот человеку дают, допустим, право консультировать, он прошел курсы, и, ну, как бы жалобы, определенные расследования этих жалоб должны давать право также отзывать эту квалификацию, иметь право консультировать. То есть это уже такое, как ассоциация такая уже, как уже… Ну, я как бы считаю, что так должно быть, по идее, потому что, ну, если мы имеем дело с очень опасным знанием, то как в медицине… Оно не очень опасное, оно, знаете, как, это как, как нож, то есть это знание, как, вот мы с Анжарадхой тоже задавали этот вопрос, это опасное знание, он говорит, нож, нож, это тоже опасное оружие, но вначале в какие, в какие руки он попал. Ну, вот поэтому есть, существует в медицине, допустим, врач, он, его, его диплом могут отозвать, ну, то есть он может реально перестать быть врачом, и это, ну, как бы это реально… Это вот то, что мы тогда с вами начали уже обсуждать, про ассоциацию, то есть есть… Ну, надо к этому идти, да. Это как бы та ассоциация астрологов, у которой есть цели, есть цели установить какие-то стандарты. Да-да-да, надо к этому идти. Есть цели установить, как бы, сотрудничество джиотишей, и есть цель, как бы, немножечко дать, как бы, возможность людям защитить, ну, как бы, вот этой защиты, то есть… И я думаю, что, раз этот вопрос уже возник, я думаю, что мы будем туда идти. Я могу сказать одно, что вот мы с Дмитрием Юрьевичем точно, как бы, будем вот как делать. Мы, если вы хотите, мы можем просто, ну, организовать такую идею, что мы будем советовать вам, каким астрологам обращаться просто и все. Мы просто можем с вами начать сотрудничать в этом плане, и вы мне обозначите вот тех людей, которые точно следуют тем принципам, которые мы осветили в этом репортаже. И мы можем людям просто советовать, кому и те, а всем остальным уже, как бы, это ваш выбор. Ну, то есть мы вот можем гарантии давать за вот этих людей. Нормально, если бы мы так сделали? Да, я думаю, что это будет, ну, это будет первым шагом. И потом люди могут нам жаловаться, то есть если мы этих людей обозначили, мы также обозначаем какой-то, допустим, email, куда они могут писать, если что-то им не понравилось. Вот в этом именно ключе, то есть именно не то, что человек был в неправильном настроении по отношению ко мне, тут уже, как бы, на вкус и цвет, как бы, нет одинаковых пониманий. Ну, а если он конкретно из этих вещей, которые мы обсуждали, он что-то говорил, значит, можно написать. А как вы считаете, если создать вообще вот какую-то экосистему астрологическую, например, чтобы записи, записи, допустим, консультаций, они были, понятно, что это будет конвенциальная информация, то есть она не будет доступна для каждого. Но если человек попадает в эту систему, он попадает под некий такой, ну, как, не то, что контроль. Дмитрий Юрьевич, я вам обещаю, что где-то через полтора года у нас с вами будет такой инструмент. Я сейчас сделаю большой проект, в котором будет также ваше место, если вы захотите, и место ваших астрологов, друзей. Мы там дадим защиту людям вот в этом плане, и там как раз у нас будет вот такое хранилище консультаций, куда никто не может залезть, но при необходимости люди, которые будут иметь право, ну, то есть те же самые астрологи, которые вот следят за качеством, они могут, пожалуй, зайти туда, в это хранилище и посмотреть, что именно за консультация была. Да, и все, кто будут консультироваться в нашем пространстве, они будут иметь вот такую гарантию, что консультации все записываются, откладываются в это хранилище, никто не будет там их смотреть, но при необходимости можно будет сделать разбирательство, если есть жалоб. Здорово. Это, мне кажется, вот это как раз, знаете, такой практичный результат нашего разговора. Знаете, мы можем много еще говорить, что надо, но еще кроме разговоров нужны действия. А сколько у нас? Время осталось одна минута. Одна минута. Я бы ее хотел бы, все-таки я еще вспомнил один момент очень важный в консультации астролога, это письменные консультации, насколько применимы, то есть мы сейчас какие-то правила уже как бы проговорили, но письменная консультация, судя вот по тому, что мы сейчас разговаривали, она предусматривает то, что я не контактирую с личностью, я не понимаю его настроение, его уровня сознания, этой личности. Да, это бред полностью. Где я даже, имея как бы какие-то знания в этой области, он мне дает, я в этом разбирался, наверное, сидел полчаса, я говорю, это бред, я даже не хочу сюда же читать. Это просто набор терминов, которые друг другу противоречат, что ты можешь здесь понять. И самое интересное, что там было… Это развод классический. И там было в одном месте как раз-таки указание два развода. То есть, и мало того, что это именитый астролог, через которого проходит, у которого советуется на сегодняшний момент… Через год у нас будет пространство… Опять же, без имен, без имен, но… Дмитрий Юрьевич, через год у нас будет пространство, в котором мы все, что вы вот запланировали, мы организуем, я вам обещаю. Мы сейчас очень много сил и средств вкладываем в это. Мы сделаем такое пространство, где люди будут комфортно чувствовать себя и могут получать нормальные консультации психологов и астрологов. И всегда они будут там защищены. И 30 секунд пожелания всем тем, кто начал все-таки изучать физическую астрологию и решил сделать это своей профессией, решил встать в эти ряды этих воинов. Вот какое-то ценное послание, которое они могли бы практически применить в своей жизни. Послание очень простое. Решили как бы взять свет, божественный свет, станьте мудрецами. Решили заняться этим, изучать божественный свет, станьте мудрецами. На практике своей жизни докажите, что вы имеете на это право. Низкий вам поклон. Спасибо. И благодарность. Вам тоже. Вам тоже. Всего доброго. Спасибо.